А одному вашему родственнику, мне кажется, женщине сейчас тяжело. Так или нет? Там пожилой возраст. Есть? Тяжело. И вы отдаёте ей сейчас свои силы, я это вижу. И вам тоже нелегко, так? Вы чувствуете, что что-то тяжело внутри. Почему? Вы даже, может, не знаете, что именно, почему тяжело. Некоторые знают, я переживаю за такого-то человека, я переживаю за такого-то человека. Что значит переживаю? Это значит, что он забирает силы, ему они нужны, больше, чем мне сейчас, в данный момент. И когда человек молится, то что происходит в результате? Он уже не свои силы отдаёт, а божественные, высшие силы. И этому человеку легко помогает, легче становится. Вот, допустим, смотрите, я сейчас думаю о Боге и думаю о вашей родственнице. Вам легко, легче становится на сердце или нет? Но я о вашем сердце не думаю. Я не пытаюсь на вас как-то воздействовать. Я думаю о том человеке, которому тяжело, которому нуждаются ваши силы. И я ему дал то, что в чём он нуждается. И вам сразу раз, только что-то, как-то раз, да? Что-то поменялось или нет? Или обманываю? А? Не поменялось? Поменялось? Чуть-чуть поменялось. Видите, основная проблема заключается в том, что мы не знаем, как помогать. Мы не знаем, в чём помощь заключается. Помощь заключается в том, что надо самому делать то, что тебе требуется в этой жизни делать. И тогда все вокруг получают благо от этого. Вот, допустим, женщине хочется думать постоянно о своём ребёнке. Она потому что от этого испытывает наслаждение. Но она должна думать больше о муже, заботиться о нём. Тогда ребёнок получает автоматически благо. Женщина, когда думает только о ребёнке, в результате мужчина обычно уходит от неё. Он теряет любовь, понимаете? То есть ему нужна любовь жены. Но ребёнок получает любовь к матери само собой. О нём не надо думать. Он получает просто потому, что он находится рядом. Почему же женщина думает о своём ребёнке больше, чем о муже? Потому что ей так больше нравится. Она этим наслаждается. Видите, часто наслаждение в нашей жизни встаёт против правильного хода событий. И наслаждение также крадёт разум у человека. Допустим, женщине бы хорошо подальше от мужчин держаться, и таким образом она становится в своей жизни сильной, разумной, выходит замуж нормальной и так далее. Но почему-то женщины так не ведут себя. Это означает, что желание наслаждаться мужским телом крадёт разум у женщины. Так же, как крадёт разум мужчины, желая наслаждаться женщиной, мужчина часто теряет семью, детей и идёт не знаю куда в своей жизни. Это означает, что наслаждение стоит против истины в нашей жизни. Часто бывает наслаждение и истина не один и тот же путь. Я хочу быть счастлива, но мы не знаем, что счастье – это просто награда, награда, которую даже ждать не надо, веды говорят, которую даже ждать. Вот смотрите, если человек сдаёт экзамены свои в институте, но он ждёт пятёрку, то преподавателям не нравится такой человек. Допустим, он сдаёт экзамены, но он ждёт пятёрку, смотрит на преподаватели. Вот вы, по-моему, преподаватель, допустим, да? Я сдаю экзамены, смотрю, как я лекцию читаю, хорошо или нет? Видите, вы же думаете, Олег Геннадьевич испортил всю лекцию, всё. Понимаете, то есть я жду ответа. Ну как я читаю лекцию, хорошо или плохо? Всё, видите, уже не те отношения. Так чувствуете, нет? Уже не те отношения. Она согласилась с этим. Это означает, что даже награды ждать нельзя даже. И человек её не имеет ждать даже права, он должен просто исполнять свой долг. И тогда, если высшие силы удовлетворены человеком, а мы только для них живём, тогда через сердца людей они награду дают. Допустим, жена просто выполняет свой долг перед мужем. И через сердце мужа в какой-то момент приходят награды. Он думает, Господи, какая ты у меня святая. И он это честно говорит, от сердца, от всего. Поднимите руку, кому так муж уже сказал. Вы почувствовали награду в своей жизни? Неужели только одна в зале? Ещё кто-то есть? А вы это сделали просто спонтанно? Или вы слушали лекции, изучали, как жить? Слушали лекции сначала, а потом так сделали. Видите, веды объясняют, что человек должен сначала изучать, как правильно жить. Потому что, как мы думаем, что естественный ход событий, то есть естественный ход жизни не является правильным у человека. Мы идём не туда, естественно живя. Человек всегда должен жить так, как положено жить, а не так, как естественно ему хочется. Допустим, мы сейчас рассуждали с одним моим близким другом. Он написал очень хорошую книгу про жизнь и всё прочее, в том числе про вегетарианство. И он говорит, я проводил опрос, интересно, как люди реагируют. Я говорю, человек говорит, а я осознанно ем мясо. Он говорит, осознанно? Ну давайте рассуждать. Он садится с этим человеком рядом, говорит, вот я бросил есть мясо несколько лет назад. Почему я читал такие-то книги, там вот то-то, то-то. Ну вот я так вот бросил, изучал это всё, и потом бросил есть мясо. А вы, говорит, какие книги изучали, чтобы есть мясо? Я тут не смог ни с одного слова сказать. Он никакие книги не изучал, чтобы есть мясо, потому что он ел его с самого рождения. Просто ел, и он не знал, что надо есть, не надо, но просто ел и всё. Он говорит, какие книги вы изучали, чтобы есть мясо, никакие не изучал? Хорошо. То есть вы считаете, что вы осознанно как бы... Ну хорошо, а что вам дает употребление мяса? Я вот изучал и понял, что дает мне неупотребление мяса. Что в моей жизни я получаю? Вот это, вот это, вот это. А что вам дает употребление мяса в вашей жизни? В этой и в следующей? Вы изучали это? Нет. Нет, тогда в чем заключается осознанность того, что вы едите мясо? Ведь естественный ход жизни, он не всегда приводит к победе. Чаще всего наоборот. Поэтому человек не должен идти естественным ходом жизни. Вполне естественно, женщине наслаждаться семейной жизнью. Она хочет что в семье? Она хочет, чтобы ее любили. Это естественно. И так она гробит свою жизнь семейную. Почему? Потому что как раз это желание, чтобы меня любили, является пусковым механизмом для того, чтобы уничтожить все отношения. Чем сильнее это желание, тем хуже жизнь женщины в семье. Мужчина, если хочет наслаждаться женщиной, то он разрушает всю свою жизнь таким образом. Что он должен делать? Он давать ей должен заботу, защиту. А она ему естественным образом сама, потому что она живет рядом с ним, приносит наслаждение. Когда это приходит время? Женщинам вот очень хорошо понять, что они могут приносить наслаждение не каждый день мужу, а когда приходит время. Так, женщина или нет? Что в основном женщина не может ему давать счастье, потому что вот она не чувствует, что она может. У нее нет сил просто. А приходит время, и она может это делать само собой. Таким образом, люди страдают от того, что они живут естественным ходом жизни. То есть они естественным образом живут, не задумываясь о том, как надо жить правильно. Это означает, что уже страдание. Уже страдание. Вот так в этом мире все хитро устроено, что человек, как все, если живет, то он получает страдания в своей жизни. Но не сразу. Через какое-то время. Потому что веды описывают, как это происходит. Естественный ход жизни рождает сначала счастье. Мне хорошо с тобой. А потом тю-тю. «Прощай со всех вокзалов поезда». Понимаете? Потом вот так вот жил. То есть, однажды встретились с тобой. Вот, встретились просто так. Погуляли, повеселились. Потом, опа, узнала, с кем живу. Страдание, да? Теперь второй вариант. Я сначала узнал, с кем буду жить. То есть изучаю. Не сближаюсь с человеком, а изучаю его. Пытаюсь понять. Это страдание. Потому что хочется же наслаждаться в это время. Я его люблю. А надо изучать в это время. А нельзя общаться близко. Страдание сначала. Потом, когда изучил, уже принял решение. Может, даже не с этим человеком принял решение жить, а с каким-то другим. Такое тоже бывает. Потом счастье. Сначала яд, потом нектар. Нектар в правильной жизни. В правильный ход событий. Сначала яд, потом нектар. Неправильный ход событий. Сначала нектар. То есть человек не рассуждает, он просто наслаждается жизнью. Потом яд. Так везде, во всем жизни так.